Город Веи 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 были городом художников, как веи – городом скульпторов. Кроме рисовальщиков, которые раскрашивали дома и расписывали шкатулки, там работал еще и цех погребальных живописцев, которые пользовались большим уважением и передавали тайны мастерства от отца к сыну, считая свой талант священным. Гробницы здесь не были такими высокими, как в Церы, но зато их было бесчисленное множество. В усыпальницу вела железная или бронзовая дверь. Снаружи, перед гробницами, обычно находился алтарь для погребальных жертвоприношений, а внутри крутая лестница спускалась в склеп, выдолбленный в податливой скале. В течение многих сотен лет стены склепов украшали фресками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На пустом судне для перевозки руды я беспрепятственно отправился на железный остров Эльба, чтобы осмотреть там шахты и еще не разработанные залежи руды. Не меньше рудников изумил меня храм молнии, стоявший на самом высоком холме. Вокруг храма располагались позеленевшие от времени бронзовые статуи, которые олицетворяли собой 12 дитрусских городов, входящих в Союз. Это были очень старые изваяния, так что у некоторых молния разбила головы или расплавила пальцы на ногах. Но их никогда не пытались восстановить, ибо каждая статуя напоминала о самых трагических событиях в жизни городов, о неурожаях, войнах, эпидемиях. Именно там, вблизи храма, бури свирепствовали чаще, а молнии сверкали ярче, чем где-либо. Самые мудрые толкователи молний являлись сюда разгадывать знамения, посланные богами, городам и народу. Для этой цели на скале укрепили большую плиту из бронзы и выбили на ней обозначение 12 сторон света, 12 небесных сфер и 12 пророчеств богов. Эти пророчества могли прочитать и разъяснить только жрецы. Продолжение следует...